коллеги добрый день добрый вечер мы продолжаем нашу рубрику теория КПТ сейчас жду подключения Максима Зрютина коллеги давайте пока ага запрос вижу добрый вечер коллеги Максим приветствую итак мы сегодня проводим эфир рубрики теории КПТ наша сегодняшняя тема это схемы и режимы да и нужно сказать что у нас этот эфир задуман да как такое преддверие к нашему регулярному CBT форуму при CBT форуму который состоится уже в апреле ну и до этого мы каждую неделю планируем или почти каждую неделю планируем разбирать какие-то важные темы которые так или иначе относятся к реактивной поведенческой терапии БЭКа меня зовут Альберт Натазин я КПТ терапевт ведущий техники навыков и ведущий некоторых проектов ассоциаций Максим Зрютина но я думаю что Максима для нашего детали представлять не нужно Максим преподаватель ассоциации ведущий семинаров семинаров базово продвинутых курсов и в частности семинаров по схемотерапии ну Максим добрый вечер и готов ли ты начать эфир готов ли ты начать обсуждение начну с несколько таких слов ступительно потому что все таки тема я бы сказал непростая по факту да и я думаю что в нашем эфире мы сделаем такой обзор в первую очередь что это не является каким-то там обучающим фрагментом да потому что здесь действительно есть еще много и у меня в частности вопросов относительно схем то есть еще что исследовать что структурировать и ну осознавать вообще в понимании схем да и я думаю что мы сегодня просто рассмотрим вообще такие есть концепция идея относительно этого вопроса попробуем наверное найти какие-то общие моменты ну или сделать фокус на различиях потому что да очень достаточно много авторов выделяют это понятие да но есть разные представления об этом поэтому давай попробуем побеседовать об этом чтобы обсудить это как мы с тобой видим поделиться этой информацией и возможно какие-то источники да можно почитать об этом мы затронули не очень простую тему да получается есть концепции и есть такая ситуация что разные да ученые методологи называют словами схемы и режимы немного разные вещи ну и не наш сегодняшний эфир это в том числе попытка до навести мосты между разными концепциями попытка соединить то что соединяется да и может быть развести то что пока не соединяется там где еще нет единства понимания этих терминах не коллеги я вижу что вы присоединяйтесь да пару слов об организации нашего мероприятия мы оставим какое-то время да я думаю что минут пять-десять в конце чтобы ответить на вопросы и внизу вы видите панель управления да меню и в том числе там есть знак вопроса то есть вопросы пожалуйста задавать туда если они будут бегущий скажем так строке да мы можем пропустить панель с вопросами в конце откроем и по очереди да ответим на них и несколько слов о повестке да мы начнем с обсуждения истоков как как термин возник да как он развивался истоки да это пожалуй пиаже и орган и немного поговорим о том как пиаже воспринимал понятие схемы да и что он под этим понимал ну и дальше в таком произвольном порядке да возьмем основных наших методологов в кпт до схемы терапии поговорим о схемах режимах в интеллектации арана бека джеффри янга да роберта рихи возможно джудит бек и попробуем это в конце как-то свести навести мосты между ними максим скажи пожалуйста ничего ли не забыл нужно что добавить может быть попробуем пойти самого начала да когда появилось вообще-то понятие вот но и поговорим конечно же про схемы янга то как это представляет концепция брака и режимы там есть разные представления режимах вот немножко по разному интерпретирует мы немножко писает изображение коллеги напишите пожалуйста в чате хорошо ли вам нас видно да если проблем со звуком да я предлагаю да вот сейчас может быть сослаться на хочу сослаться с инициативу арана бека генеративный коррективный модель которую выпустил в 2014 году но там есть отдельный отдельный раздел про схемы ну и кстати вот говоря об источниках литературы это то на что хотелось бы сделать такую первую отсылку и что там пишет бек упоминает то что эта концепция введена пиажей орденом и это воспринималось тогда да как такая базовая структура базовая структура как наш мозг организует восприятие мира далее баркет чуть позже да продемонстрировал как культурная условность может искажать эти схемы как она может влиять на содержание этих вот базовых наших структур и бек дает такую дань уважения эллису да когда говорит что эллис хотя не использовал планеты схемы да но когда он вводил понятие убеждения он практически все связалось в одну картину это что убеждение как то что придает значение нашим событиям убеждение как то что придает значение нашим триггерным стимулам я бы еще наверное сюда добавил про про личностные конструкта теле да наверное это тоже он все-таки предшествовал вообще понятию схем да и как раз он писал о том как мы воспринимаем реальность как мы воспринимаем мир да и у каждого выстраивается какая-то субъективная формула да такая личная да субъективный образ мира то как мы его видим то есть вот этот личностные конструкты они могут объединяться вне системы вне перепод системы да это некая иерархия которая существует и это то как мы воспринимаем и организуем для восприятия вот этого мира поэтому все таки наверное все это отметили который писал про эти личностные конструкции потом уже опять же и а баркли да которые предложили вообще понятие а схемы и ввели это понятие и есть тоже баркли когда исследовал вообще память и он обнаружил то как выстраивается вот эта структура в памяти как организуется как хранится эта память как она извлекает информации из этой памяти да вот и как происходит прогнозирование будущего слизистой тем поэтому вот келли еще обозначал это как термином конструктов да и баркли который исследовал память и столкнулся с этими вот закономерностями моментами поэтому это тоже очень важные такие труды работы этих ученых которые которые стоит ну так детально почитать и ознакомиться на это мы хотим вообще иметь представление о такой схеме нам нужно увидеть динамику как мы говорим что мы в терапии работе с клиентами обучаем системному мышлению соответственно нам нужно увидеть системы это понятие как оно отражено в разных вот этих вот исследованиях и как отражают разные члены поэтому теле баркли это очень такие весомые важные фигуры да максим спасибо большое какое небольшое обращение к коллегам да я вижу вопросы в чате и большая просьба сдавать их через знак вопроса внизу чтобы мы в конце нашего эфира да смогли открыть может быть на самые интересные вопросы в течение 50 минут и 7 минут может быть да поотвечать я боюсь что в общем чате они могут потеряться и а всем если ты не против да я бы может быть перешел как ну как раз таки к пиаже да который ввел был одним из тех кто ввел понятие схема хотел бы немного рассказать как я же его понимал да и немного раскрыть вообще рой пиаже вот такой может быть как креативной психологии да про пиаже хотел бы сказать да то что часто когда мы о нем думаем хорошо вспоминаются стадии развития ребенка да но может быть мы не до конца запомним то что пиаже сделал такую очень важную да для психологии попытку связать интеллектуальное развитие с эволюционной теории в целом то есть когда он начинал это исследовать да не было не было такой связи да не было понимания что и как вообще что и что является да базами базовыми структурами интеллекта хотя он тоже конечно опирался на предыдущие работы своей книги которые скажем как его прославила на это истоки интеллекту детей origins of intelligence in children он он ссылается да на предыдущих исследователей говорит что то что делает он это всего лишь такой следующий шаг и этот следующий шаг на самом деле был очень важен то есть можно так сказать то что он интегрировал теоретически интегрировал психологию до эволюционную биологию и как он объяснял схема схема в его понимании это это некая такая структура интеллекта можем это сравнить с тем как работают другие органы вот например для того чтобы состоялось пищеварение да в виде отдельных отдельных функций да когда у нас пищу падали да у нас возникают определенные процессы у нас выделяются определенные вещества до которые пищу растворяет потом происходит процесс рассасывания и для всего этого есть структура нашем случае случае пищеварения да это структура это органы пищеварительного тракта желудок кишечник ну и и так далее в случае интеллектуального развития он назвал эти структуры схемами то есть когда когда ребенок рождается у него в каком-то смысле да он практически прижавнял но понятия схема да как базовая схема прото схема его понимания да это фактически рефлекс то есть если мы говорим о каком-то таком поведенческом акте например ребенок рождается и у него есть какой-то допустим рефлекс а сами и потом как пишет пиаже да эта схема получается она такая когнитивно поведенческая она может усложняться она ребенок исследуя предметы да с помощью этой схемы ассимилирует в эту схему все новые новые новую информацию таким образом схема усложняется то есть схема это если давать определение да это какая-то базовая структура базовая структура интеллектуального развития ну и если говорить о том что базовая структура возникли да нужно сказать и о том что они постепенно по пиаже могут усложняться реже упрощаться да они могут объединяться в более сложные схемы и здесь мы уже видим истоки до развития понятия так как мы это используем сейчас на когнитивных науках ну вот наверное я думаю что пока то что хотел сказать по этому поводу и может быть да я бы еще наверно сюда добавил и наусера вот его когда он исследовал восприятие да то это то что он дополняет бартлета да и вещь и на ассер говорит о том что есть некая физиологическая составляющая схема да что это ретектор а что это определенные нейронные пути которые есть да вот и они тоже являются частью этой схемы которые приводят к какому-то дальнейшему поведению поэтому это он его тоже ну плюс еще что схема все-таки это как некое такое такое знание как некая структурированная информация которая есть и тоже я же еще сказал про два таких компонентов это ассимиляция и аккомодация да что схема она может в процессе того как мы взаимодействуем социальной вообще скружающей средой схема может включать новую какую-то информацию то есть она может дополняться она может расширяться но также схема может и меняться за счет каких-то новых данных то есть моментов это тоже важно ну и еще надо сказать да то что у него уже появляется деление данные такие протосхемы которые пока еще не называются протосхемами да то есть он говорит что вот ребенок рождается подписчикам приравнивая до понятия схемы к такому врожденному рефлексу и потом да если мы посмотрим на статью бека бэк пишет да то что эти протосхемы они разделяют изначально до стимулируешь события на значимые и незначимые то есть эти протосхемы они функционируют для обеспечения при начальной оценке стимул то есть таким образом схемы делятся на схемы разных уровней для разных уровней обработки информации здесь можно провести привести отсылку до двум системам обработки информации про это я делал отдельный эфир до нашего цикла и интересно то что бэк до вот эту в конечном итоге приходит к тому что вот у нас два уровня схем до протосхемы которые раскладывают события назначимой и незначимой и дальше у нас идет ну то есть одни схемы да могут принимать на вход работа других схем получается такая сложная взаимозависимая взаимовязанная система такая можно назвать неровной сетью да но не хочется купить слушателей просто такая сложная система схем которые включаются протосхемы да и уже более сложные схемы да ну кстати про этот момент про натеро читал что есть но там про исследование да что о наличии врожденных таких нейронных схем которые есть у маленьких детей которые и начинают некое вот этот функционирует определенные моменты да ну и наверное также и стоит помнить ничего но и в общем который был физиологом да и там не психологом и как раз он говорил про вот это клеточные нейронные ансамбли которые формируются и вероятно да как гипотеза что вот эти ансамбли они являются как такой физиологическим субстратом вот этих схем да то есть то что мы говорим на уровне таком вербальном когнитивом имеет отражение на уровне от этих нейронных связей где формируются вот эти ансамбли которые потом взаимодействуют с различными путями это выстраивает такую вот единую систему вот бэк же выделял еще несколько таких категорий схем да насколько я помню под категориями ты имеешь ввиду когнитивные мотивационные да поведенческие эмоциональные ты имеешь ввиду категории в этом смысле да да категории таких тем которые она выделяла и мы можем еще сказать что есть схемы такие личностные и есть темы еще общего ну например культуральные различные факторы да которые есть для каждой культуры какие-то свои такие представления убеждения верования есть личностные которые уже ну скажи так доточены под камеру конкретного человека есть еще вот про режимы да есть некое такое но про режимы бэк это имеешь ввиду я думаю что это последние лет лет десять да ну сейчас последние лет десять бэк исследовал и развивал да такое направление как CTR терапию направленного восстановления но я думаю что о ней поговорим немного позже да если говорить о тех режимах которым ну допустим выделяет в статье генеративно-когнитивная модель да ну вообще что мы давай может быть начнем с того что он называет режим то есть это действие которые основаны на на разных на разных паттернах на мотивационных когнитивных эмоциональных поведенческих паттернах то есть это некая такая совокупность совокупность действий объединяющих разные паттерны и направленных на достижение какого-то состояния если говорить про эту статью генеративно-когнитивную модель то он подробно пишет о двух режимах он пишет о режиме саморазвития то есть это такой режим связан с расширением личных ресурсов то есть он связан с желанием повысить собственную ценность выси свой статус экономическое положение ну или какое-то в целом положение в он писал об этом режиме то что этот режим обычно облегчает ротацию достижение цели и я думаю что он в целом да всем нам знаком мы все его можем применить каким-то своим реальным действиям ну и второй режим который он выделяет в этой статье да это режим самозащиты во-первых это некая основа для развития тревожных расстройств да то есть он пишет об этом в этом ключе ну и в целом да это наш способ реагирования нас наш способ действий в случае возникновения какой-то опасной ситуации случае на состоянии угрозы может ты может тебе есть чем дополнить какие-то какие аспекты режимов может быть да какие-то свойства я бы хотел здесь отметить нити разные аспекты которые есть вот в этой модели и в модели а джеффу янга и понятия схем и понятия режимов и они все-таки весь ну отличаются между собой и тогда я начну потому что джеффу янг именно делает акцент на том что вот эти схемы они формируются в раннем детском возрасте они так и называют ранние детские дезодактивные схемы он выделяет не просто абстрактные там когнитивные там операционные еще какие-то да личностные там офис схемы культуральные схемы там химийные схемы например да которые есть он выделяет их а конкретно называем их да и раскрываем их понятия то есть он выделяет руки на таких схем и нужно отметить то в эти схемы тоже входит опыт да который человек получает это первоначальный опыт от взаимодействия тоже значимыми людьми и здесь он еще вводит такую такую концепцию как потребности то есть некие эмоциональные потребности которые если не удовлетворяются в детском вот этом подростковом возрасте то именно в результате этого формируется схема да как некоторые такие конструкты которые пособствуют по его мнению выживанию то есть все схемы они стремятся к выживанию вообще это такие принципы работы схем которые мы можем выделить такие ну я обычно выделяю наверно два таких очень важных первый такой принцип то что это стабильное восприятие реальности да что у схемы есть в кавычках такое правило пусть она иррациональная но стабильная нефигово оно лучше чем что-то новое да и непонятно как оно будет это уже привычно это уже знакомо понятно как с этим справляться понятно какие здесь переживания и соответственно оно более приемлемо здесь а что новое это вызывает тревогу поэтому этот первый такой важный принцип у схем это постоянство восприятия реальность некая стабильность мозг имеется к некой стабильности а второй компонент это принцип наименьших энергозатрат вот то что когда у нас уже весь какой-то заготовленный условно саблон нам мы можем каждый раз его автоматически до воспроизводить то есть как бы автоматическая реакция и такая рефлексивная реакция да когда мы анализируем поэтому автоматически схема в сильных символах будет включаться в первую очередь потом мы уже можем об этом размышлять и понятно что схема она очень ликвидная когда она формируется это уже появляющаяся такая система ее подкорректировать или принять иногда бывает крайне тяжело за счет того что туда включено много разных механизмов поэтому каких-то слабых стимулах здесь нужно еще отметить что под каждую схему формируется определенный набор стимулов в ситуации которые ее будут активировать здесь это очень важный момент что схемы не включая это просто так они могут быть в латентном состоянии скрытым и они могут активироваться под воздействием этого стимула вот и соответственно когда эти схемы формируются по концепции схемотерапии когда потребности не удовлетворять то они формируются и в каждой схеме есть набор убеждений верования мыслей которые там существуют но в отличие от идеи концепции Бека Янг говорит о том что энзимы это то как проявляется схема то есть схема это как база фундамент а режим это состояние которые возникают когда схема активирована и при активации одной и той же схемы у нас могут быть разные состояния и как раз в концепции схемотерапии именно резины отражают то что наше состояние которые могут быть разные ну приведу пример чтобы это было понятнее да что например возьмем тему дефективности есть такая схема дефективности которая транслирует идею о том что со мной что-то не так соответственно когда она включается ну например например я не сделал какой-то проект на работе например возьмем такой самый распространенный пример который ну по крайней мере нет и здесь активируется схема дефективности что это такое там включается активируется тот предыдущий опыт который был и те выводы которые сделаны активируется идея о том что со мной что-то не так активируется идея о том что я там не справлюсь что я там не смогу что это мне не передали ведь там целый контент есть такой когнитивный да есть воспоминания например что вот там в школе я не сделал домашние задания который например дома родителям я не выполнил то что они меня там просили да и на основании этого опыта как раз и формировалась эта схема и в концепции схемы тратии вот этот опыт он тоже входит в структуру схемы тот опыт который привел к ее формированию но при активации этой схемы у нас могут быть разные режимы функционирования то есть что мы можем как на нее отразить мы можем впасть в такое уязвимое состояние и думать блин как не так вот я как на косяке вот я сделал не так что же я там такой вот человек да то есть некая такая уязвимость как называется как детский режим да да я чувствую такую детскую уязвимость в эту ситуацию при активации этой схемы мы можем находиться в состоянии такого внутреннего критика который выбирать ты там бездарь ты ничего не сделал ты не справился ты там вообще никто ты должен был стараться больше ты должен был стараться лучше да и при активации этой схемы здесь включается режим внутреннего такого критика который давит который так вот вступить да или у нас может включиться режим как копинговой стратегии избегания я например могу ролик проявился инстаграм да вместо того чтобы переживать и как терять эту проблему я просто уйду от этого переживания да то есть заметьте что схема одна и та же но состояния могут быть разные и соответственно эти состояния они будут переключаться при одной и той же схеме и именно вот этот в эту идею как раз и трассируется эта идея схема терапия но здесь нужно еще отметить что схемы они во первых одна схема может поражать другую схему да что если еще в опыте например был какой-нибудь буллинг или были какие-то облигерские отношения там со стороны близких со стороны там какого-то близкого окружения то здесь еще сформируется схема недоверия когда они высокого окружения она называет да то по отношению ко мне могут что-то делать плохо могут как-то негативно что-то такое быть эмоциональное облигерство там или какое-то насилие да и эти схемы они могут активировать друг друга они могут уже быть связки то есть мы говорим о том что в большинстве случаев схемы между собой имеют определенные структуры определенные рации например возьмем еще схему которая выделяется схема троте схема жесткий стандарт к примеру она эта схема вся выстроена из правил то должно быть так то должно быть вот так да как я должен делать как я не должен делать это некая планка это некие требования и соответственно исходя из этих требований появляются как некие действия то есть например схемы троте поведение оно является результатом схемы но есть конструкция где есть поведение и всякие схемы здесь мы видим уже нити отличие между этими концепциями да но схемы троте поведение будет всегда результатом соответственно при активации например схемы эффективности меня активировала схема эффективности что я что-то делал не так я какой-то плохой и в этот же момент это может послужить таким стимулом для активации схемы жестких стандарт а я должен сейчас все бросить я должен в это погрузиться я должен отменить какие-то свои там развлечения я должен сыночки дети готовиться к этому проекту и мы видим что это подсоединяет другую схему да и это опять будет проявляться в виде такого режима внутреннего критика что ты должен проявляться на уровне таком поведения да поэтому мы видим здесь вот такие отличия в таком целом представление о том что такое схема да но наверное здесь то что Джеффри Янг выделил более такие узкие наверное вот эти схемы которые здесь у нас у всех но они имеют у каждого из нас свой такой оттенок то есть модели они наверное более широкие такого плана да здесь они более узконаправленные и конкретно обогнатные кстати Максим а как ты относишь к тому что у Джеффри Янга да есть такое дробление действительно и чем дальше тем больше схем выделено то есть сначала было чуть больше 10 да сейчас там 18 выделяют еще больше схем да полезно ли это дробление да имеет ли оно какой-то теоретический практический смысл ну опять-таки здесь субъективно да изначально было там 12 было с кем 15 было с кем что-нибудь по-моему уже не помню и 18 это как бы окончательная версия где есть кто предлагает кто-то говорит давайте больше делаем мало 18 там еще вот это не торжено это не торжено да кто-то говорит куда столько распланили ну много заучивать надо много разбираться здесь достаточно да давайте их например то есть есть разные идеи но пока что остается на этой версии и само сама концепция она формировалась в результате такого ну наблюдения как да картина и такими конструктами когнитивными которые есть они объединялись в определенные идеи да поэтому пока что концепция 18 она уже как мне кажется достаточно стабильна вот режимами в моем представлении есть такое развертывание да их структуры изначально у нас было 10 режимов там 3 детских резима 2 там критикующих резима 3 копинговых стратегия и 2 здоровых резима сейчас они еще начали подразделяться да то есть приобретать оттенки с одной стороны это неплохо потому что это позволяет увидеть именно специфику клиента например мы берем общий режим уязвимого ребенка да это вовсе название когда человек сталкивается со схемой когда он в нее попадает он испытывает вот этот режим изимого ребенка но почему происходит это разделение потому что эта уязвимость может быть разной если например активируется схема покинутости то меня покинули что меня бросили то меня отвергли тогда я могу чувствовать специфику я могу чувствовать как режим брошенного ребенка как режим отвергнутого ребенка да а если мы возьмем тему не знаю там эмоциональная депривирность которая связана с эмоциональным отверглением тогда может возникнуть режим одинокого ребенка может возникнуть режим ненужного ребенка то есть здесь как бы идет следование за клиентом и то как у него это обливается то есть мы говорим о том что режим это состояние которое возникает когда активирует стабильная схема и эти состояния могут очень быстро меняться я чувствую себя покинутым например меня активировала схема покинутых потому что мне не ответили на сообщение в инстаграм но хотя его прочитали я почувствовал меня активировалось то есть это послужило стимулом для активации моей схемы отвержения покинутых да или схемы эмоциональные депривированные что меня не дружат меня не ценят не хотят со мной общаться и тут у меня в этот момент я почувствовал вот этого одинокого ребенка покинутого брошенного ненужного и тут же в этой схеме я переключился например в режим обстраненного защитника что более-то мне и хотелось с ним общаться во всем он мне и не нужен и прекрасно без него я сейчас полистаю и посмотрю как другие люди живут все будет хорошо да а потом включился критик например то что ты потратил время впустую и заметьте все это приоспеваться одной и той схемы но состояние меняется поэтому с одной стороны это то что мы идем за клиентом и именно отображаем как у него это звучит но с другой стороны здесь развлекается как бы такое большое поле для интерпретации главное нам самим не интерпретировать а дать возможность клиенту ну конечно я разбирался в большем количестве этих режимов радоваться я увлекл рассказываю Максим на самом деле очень интересно да я думаю какое-то прояснение и связка режимов и схем да то есть получается точно может быть схем да через режимы к такому поведению которое проявляется которое мы уже видим у клиентов мне кажется это объяснение оно точно не было лишним и пока мы не ушли от его примера да примера человека у которого как я же сказал достаточно быстро меня если мы смотрим на этого человека у него могло меняться и поведение но и самое главное его внутреннее переживание меняется достаточно быстро да здесь может быть как раз попробовать навести мосты да между то как схема принимается схема терапии да Джеффри Янга и то как это дается у Аарона Бека да вот такой системообразующей статье негативно-принятивной модели то есть по Аарону Беку насколько я понимаю да еще было бы интересно услышать о мнении в данном случае мы бы говорили в активации нескольких схем активации схем одна за другой да у нас возникла одна эмоциональная реакция она была вызвана своими мыслями да которые базируются на своих убеждениях это у нас одна схема потом эти схемы могут быть в тесной связи да ну поскольку понятно что каждый мирон связан с многими другими эта схема легко приводит к активации другой схемы и мы уже имеем другую эмоциональную реакцию другие автоматические мысли ну и ну и ну и ну и и ну и ну и ну и эмоции это представление об эмоциях своих и чужих и способов совладания с ними да ну как раз к тому что ты сказал да большую роль играет представление об эмоциях да и только как привык оперировать с этим если мы смотрим да вот эти моменты то получается что в схеме терапии вот это отношение к эмоциям будет выражаться весь скорей всего через резюме то у нас например эмоции могут быть в каждой схеме подверху ягу например я испытываю схему покинутости что меня отвергли бросили соответственно я испытываю грусть печаль тоску например или я столкнулся с тем что меня эмоционально отвергли я чувствую злость например как ты поспелил меня отвергнуть я вроде бы тут это делал и тут у меня включается критик который включается сейчас ну когда мой замалчивый ты не должен выражать свою злость ты не должен это транслировать ты должен быть там смирным каким-то таким-то да то есть здесь мы видим что это выражается стереотворением но получается в той концепции это будет некая такая схема да то есть когда Армбек пишет про режимы то есть он не пишет как то есть не делает такой же как Джеффри Янг то есть не прямой связи то есть у Армбека режим это не способ реализации схемы режимы это скорее некая такая совокупность патентов или схем разонаправленности когнитивных эмоциональных мотивационных это различие важно интересно подчеркивать и еще может быть таких несколько вопросов у меня возникло в процессе да чтобы тоже можно попробовать навести мосты между тем как дает теорию схемы терапии Джеффри Янг и как мы работаем да в такой классическом виде в когнитивной предмечке терапии Армбека когда ты вот рассказывал про схемы да которые реализуются через режимы я подумал а какое тут место да можно сказать что схемы Джеффри Янга содержат в себе автоматические мысли когнитивные искажения или нельзя таким образом ставить знак равенства между этим мне кажется что и в схемах и в режимах есть автоматические мысли и нити ну когнитивные структуры потому что режим он тоже проявляется через когницию да но все таки вероятно что именно в схемах мы больше говорим как убеждения кстати здесь вот это что нужно отметить то получается например в когнитивной терапии бета мы можем говорить о том глубинное убеждение например не в темности идея о том что со мной что-то не так и мы можем видеть промежуточные убеждения как правило что я должен что-то делать да это будет как промежуточное убеждение но получается что схемы терапии мы видим схемы разные и там выделяют схемы первого уровня мы сейчас уже ушли от этой такой концепции но все равно мне кажется это актуально есть схема первого уровня например схема дефективности есть схема жестких стандартов которая прикрывает дефективность и получается что как будто схема жестких стандартов это как промежуточное убеждение где содержатся правила разные концепции и так далее но и там и там есть получается и мысли и правила и размышления но когда жесткие стандарты проявляются через режим то там будет звучать критик да что ты должен делать что ты должен делать вот это ты должен делать то но режим он более эмоционально окрасен это состояние в целом эта схема это как конструкт то режим это то что мы испытываем вот вот это было ну мы в целом да говорим о связях между поведенческой терапией бета и схемотерапией и да ты вот так расширенно ответил на вопрос да какое место автоматические мысли возможно убеждения да занимают схемы но мне кажется ты более чем ответил на это и еще к продолжению этого да если посмотреть на то что пишет Роберт Лихи в своих книгах ну интересно посмотреть например на технике конвентивной психотерапии где он с одной стороны в обведении и дальше да отдает дань генеративной конвентивной модели Арона Бека и дает фактически определение да схемы режимов таких от Арона Бека да но в то же самое время в этой книге есть и отдельные техники связанные с его эмоциональными схемами да теории которые он развивает и со схемой терапии ну и в частности он во многих местах ставит знак равенства между схемами и глубинными убеждениями и достаточно часто да я слышал такое что они являются схемой схемой терапии да таким подобием глубинных убеждений просто более раздробленных ты мне кажется частично ответил на этот вопрос но что ты мог бы сказать ну да ну как я уже ответил что например схемы жестких стандартов она не может быть глубинным убеждением где-то и здесь скорее всего если пробовать сравнивать эти модели да и как-то сопоставлять то скорее всего в схемах Джефф и Янга есть как схемы связанные с глубинным убеждением есть схемы которые ну компенсаторные их можно назвать эти схемы да которые на уровне промежуточных убеждений например опять-таки если мы возьмем схему дефективности в shared то это можно сравнить с категорией не темности если мы возьмем схему гитризированности или схему покинутости это будет глубинным убеждением непривлекательности то есть непривлекательность как эмоциональность так и физическая то схемы тротив как будто мир97 address если когда отвергают эмоционально еще Если мы возьмем схему жестких стандартов, она не будет на уровне глубинных убеждений, она будет на уровне правил, как должно быть. Если мы возьмем схему самопожертвования, там тоже будут идеи, например, что потребность других важнее, чем мои. Если мы возьмем схему похворности, там будет идея о том, что я должен избегать конфликта, потому что конфликт это опасно. И там есть предположение из промежутственных убеждений. Если я буду избегать конфликта, то меня не отвергнут. Если я не буду сталкиваться с такими-то там спорами, то, соответственно, меня будут любить. Поэтому мы, наверное, если сравнивать, то схема Джерфи-Янга есть как категория глубинных убеждений, так и промежутственных убеждений. Как получается схема первого уровня, второго уровня, или схема первичная, схема компенсаторная, если так можно назвать. Спасибо большое за сравнение и попытку анализа, которую ты сейчас делал. Я думаю, что одним из выводов, который напрашивается, это то, что не нужно их сравнить напрямую. Но в то же самое время, конечно, связи между этими есть. И Джерфи-Янг, это ученик Рома Бека. Явно он творчески переработал наследие своей схемотерапии. Мне интересно сейчас вспомнить ту концепцию, которую ты развиваешь с Дмитрием Викторовичем. Это концептуализация ассоциаций, КПТ нашей. И у тебя там есть блок потребностей. Там нет схем, но там есть потребности. Можешь ли сказать, как эти те же самые потребности, что с схемотерапией? Или, может быть, здесь есть несколько иной подход? Немного по-другому. Чистично мы уже это озвучивали. И на прошлом форуме, который был, мы сделали такие акценты. Но вот на этом форуме я тоже буду выступать по потребностям. И там можно более детально это сделать. То есть у нас идея о биопсихоциальной модели. Что Джесси Янг выделяет эмоциональные потребности в любви, признания, в границах и так далее. У него есть пять групп этих потребностей. Но мы все-таки перенечивались на биопсихоциальной модели, потому что множики, то есть, приведена к тому модели. И они все важны. И там есть свои аспекты, свои подкатегории, назовем так, да, которые важно понимать. Почему это важно? Потому что эта информация, во-первых, позволит нам понимать генезь того, как формируются глубинные промежуточные убеждения. То есть, что происходит с этими потребностями, да, как они фрустрируются, как они удовлетворяются или не удовлетворяются, да, и как происходит формирование этих убеждений. Мы можем увидеть то, что, например, человек уже стал взрослым, вернее, ребенок, подросток, да, у него уже, например, потребности удовлетворены, но так как схемы или убеждения, они присутствуют, он может продолжать это делать, хотя это уже может быть для него не актуально. И понимание того, какую потребность нам пытаются удовлетворить, нам очень важно, потому что это увидеть, поможет нам системно, во-первых, а во-вторых, это позволит нам выстроить план терапии, да. Слушай, давай посмотрим на твою схему, насколько она актуальна, давай посмотрим на твои убеждения, это позволит нам пересмотреть. Поэтому эта концепция очень важна. Спасибо большое. Я думаю, что у нас вот это вот в конце, да, наш разговор про потребности, он, вот эта вот концептуализация, да, которую ты развиваешь с Дмитрием Викторовичем, она очень интересна, взаимосвязана с этой сегодняшней темой, да, с теми схем. И в конце, да, я хотел бы, ну, я решил задавать всем спикерам, да, такой вопрос. Мы приближаемся потихоньку к концу нашего эфира. Коллеги, кто, может быть, не задавал еще свой вопрос, но хочет задать, пожалуйста, пишите в специальном разделе, да, с знакомым вопросом. Сейчас мы выберем какие-то интересные вопросы, и у нас будет время постараемся на них ответить. И вот вопрос, который я планирую задавать спикерам, да. Скажи, пожалуйста, какие доклады, да, может быть, в рамках форума, ну, поскольку у нас наши эфиры, да, они приурочены к форуму, может быть, не только в рамках форума, и то есть эти форумы, да, ты бы планировал в этом году? Доклады именно какие? Много дела в Европе. Ну, я просто подумал, да, будешь ли ты, например, о концептуализации, да, о потребностях более подробно рассказывать в этом году на каких-то мероприятиях? То есть, да, вопрос на этот. Да, но вот у нас было недавно, ну, как недавно, очень мероприятие по сетологии конференции, там мы тоже много озвучивали, да, ну, и там сложно что-то загадывать вперед, что там будет, да, какая-то расстановка технологическая. Поэтому я, естественно, это озвучиваю на семинарах, вот, мы немного говорим об этом, касаемся, да, о самой концептуализации, говорим о самих глубинных убеждениях, да, да, на какие-то такие разные версии, в нашем представлении, как это звучит, ну, и, соответственно, немного о потребностях. Ну, и повторюсь, что, да, будет акцент на форуме именно о потребностях, да, то есть мы поговорим про саму концепцию потребностей, то, как мы ее видим, и то, как мы ее можем интегрировать здесь, да. Вот. И все-таки схема, это тоже важное понятие, потому что, если, наверное, так интегрировать или объединить, может быть, то, как я, может быть, специфичные визы, это, да, что схема – это некая такая структура, наверное, можно назвать, да, которая хранит и обрабатывает предыдущий опыт, который был, то есть она берет вот этот опыт, который здесь, систематизирует, хранит этот опыт, но и самое главное, что эта схема в дальнейшем и управляет нашим опытом, который мы получаем. То есть она сформировалась в результате опыта и дальше влияет на наш опыт. То есть, например, у нас были не очень функциональные отношения, которые привели к этим схемам, но потом эти схемы и будут приводить к дисфункциональным отношениям, как такая закономерность. Поэтому нам нужно понимать целостное, системное представление о том, что такое схема, и вот эти моменты все-таки они важны и они следуют из всех исследований, из всех концепций, которые мы с тобой обсудили. Это важное такое понимание. Ну, я согласен с тобой, что, наверное, это объединяет все концепции. То есть еще тоже, чтобы собрать все в одну картину, у схем в любой концепции есть определенные свойства. Я так понимаю, что более-менее универсальное свойство, то, что схема может астимилировать новую информацию. То есть схема может изменяться и это то, что делает нашу работу возможной, да, как КПТ, как терапевт. Мы можем либо адаптироваться, либо ее как-то получать или корректировать внутри. Максим, если ты не против, я бы зачитал и вывел на экран несколько вопросов от зрителей трансляции. Думаю, что коллеги, извините, если мы какие-то сформулированные вопросы не по теме, немного пропустим, я предложу, наверное, вот такой вопрос. Есть несколько вопросов, связанных с доминантой, с понятным доминантой. Но можно ли вообще относиться, как ты думаешь? Доминанта это как некая такая структура на уровне функционирования каких-то отделов. мозга, например, это то, что подключаются определенные отделы и части мозга, которые и создают определенное состояние. Поэтому в какой-то степени мы можем сказать, что схема это устоявшуюся взаимодействию каких-то нейронных ансамблей и каких-то других отделов мозга, которые кричат за эмоции, которые кричат за физиологическую реакцию и так далее. Поэтому в какой-то степени да, это устоявшись схему включается эмоциональная депривированность, у меня автоматически включаются например зоны мозга, которые включаются эмоции, грустная печаль, которые включаются например физиологию, что у меня появляются мотивационные компоненты страдают, апатия не хочет ничего делать, появляется психосоматика и так далее. Спасибо большое. Мне кажется, можно вкратце запомнить вот этот вопрос, он интересен. Кажется, что так могут говорить клиенты, почему, а то это и слава, что подход не учитывает эмоции и чувства любви. На этом можно именно вопросы остановить. И интересно, что мы как раз обсуждаем генеративную клиентиную модель говорим о том, что КПТ расширяется. Как ты это видишь? Я думаю, что такая слава о КПТ появляется и есть вероятно, когда нету системного представления о КПТ. Да, что есть какие-то знания с таки-то статей. Да, потому что мы не можем сказать, что мы не учитываем эмоции. Даже дневник позволяет учитывать эмоции. Мы не только их учитываем, даже у нас есть скалы, насколько выражены эмоции, сколько баллов эти переживания. Да, у нас нет как в некоторых направлениях побуть с этой эмоцией. Да, у нас нет того, что понаходить вместе эмоции. Да, у нас нет того, что если ты движешься, давай отсидеть по квартире, подей подушкой, подушкой обо что-нибудь. Потому что если мы это делаем, то это будет закреплять нашу сему эмоциональную по-руберту или как мы с ней справляемся. И каждый раз, когда у нас будет что-то возникать, мы просто будем жить. Я приведу пример. Я его привожу на семинарах по совершению клиента, поэтому я здесь тоже могу сказать. Ко мне пришел клиент и сказал, знаете, я вот ходил к психологу раньше, а сейчас у меня проблемы. Я говорю, что у у вас проблемы? Со мной никто не общается, у меня нету друзей, у меня нету девушки, и все от меня отвернули. Я не понимаю почему. И мы выяснили почему. Потому что его научили выражать свои эмоции, которые у него есть. А учитывать, что у него были определенные должностования, соответственно, эти должностования вызывало у него много злости. И его научили выражать свои эмоции. И он выражал всем своим злостью. Не нужно ее сделать, нужно выражать. И каждый раз он говорил, какие все негодяные. Он ее открыто выражал друзьям, девушкам, близким, дома подушкой был. А потом у него вопрос, а кто на них меня тянет? Все люди вокруг меня. Поэтому мы уделяем очень большое внимание эмоциям и чувствам. Но возможно не так, как это такие есть представления в других направлениях. Мы смотрим на то, насколько функциональность твоя эмоция. Мы не говорим, что они плохие или хорошие. Такого не бывает. Они есть соответствующие в какой-то ситуации, которые могут быть искажены в результате работы. И наша задача понять, что приводит к этим искаженным эмоциям. это как тоже в одном случае. Вот я испытываю злость. Тоже не злить, а тоже нет. Мы не говорим о том, что тебе не злить. Ты можешь злить. Но давай посмотрим, насколько здесь злость твоя функциональна. Она тебе помогает. Она соответствует тому, что со мной обратились несправедливо. Окей, да, ты можешь злить. Но ты можешь эту злость выразить функционально и злить при этом. Ты можешь руминировать по этой злости неделю, месяц ты можешь страдать от этого, доводя себя до каких-нибудь симптомов. А можешь поработать над этой злостью, но через когнит и схемы, которые тебя к этому приводят. Поэтому я не вижу того, что мы не уделяем, не учитываем эмоции, никак с ними не работаем и только увлекалось собаком по луру. Еще, наверное, хотелось бы добавить то, что у нас, во-первых, есть терапия эмоциональных схем, которые развивает Роберт Лихин, такой отдельный подподход внутри КПТ, который помогает справляться со сложными эмоциями. Ну и вообще работа с эмоциональными паттернами, я бы сказал, одно из может быть пяти направлений работы КПТ-терапевта. Мы ну понятно, что классическая КПТ-бэта сейчас в какой-то степени интегрируется с терапией КПТ третьей волной, и мы говорим о навыках эмоциональной регуляции, мы говорим о способах работы с этим. Поэтому кажется, что на сегодняшний день КПТ вполне себе учитывает эмоции и чувства людей. даже брать третью волну, которая делает акцент на этом, есть очень большой архенал инструментов, и даже если брать классическую когнитивную терапию, то достаточно инструментария для того, что с ними взаимодействие на этом уровне. Если не против, я предлагаю еще пару завершающих вопросов. Я думаю, что этот вопрос очень показательный, и он может... Так, он что-то не вышел. Я его зачитаю. Если, объединив эти направления в работе, мы можем прийти к одному... Можем ли мы прийти к одному определению схемы? Или не можем? Такой вопрос, который можно, мне кажется, подытожить. Мне кажется, как раз то, что я и обозначил, некий такой результат, который у меня вкладывается в процесс анализа всех этих работ. Я повторюсь, что это некая такая структура, которая связана с прошлым опытом, который его хранит, прошлый опыт, который его систематизирует по определенным полочкам, и в то же время, после того, как это все произошло, вот эта информация прошлого опыта осталась, она активировалась, она активируется, да, то есть там еще делают некие выводы на уровне и в дальнейшем эта схема управляет уже то, как мы воспринимаем что-то и как мы относимся к новому опыту, да, то есть дальше она уже регулирует этот процесс, мне кажется, вот такая версия могла опыта потом. Спасибо, что еще раз обобщил, и такой классический вопрос, который, мне кажется, зовется всегда, да, просьба о списке базовой литературы, может быть, по схемотерапии, не только по схемотерапии, да, может быть, как раз дадим референс, что бы ты предложил коллегам почитать? Я думаю, что можно составить просто список и написать постом к этому нашему эфиру, потому что вряд ли сейчас кто-то ручка будет записывать, да, и можно будет это, я бы показал, но у меня телефон стоит на книгах, поэтому я не смогу по схемотерапии там сказать, для как раз опора для моего телефона, база, фундамент, на котором все действуют. Вот, но я думаю, что мы физическом пространстве. Давай тогда на этом будем заканчивать, коллеги там спрашивают, когда следующий курс, например, по схемотерапии, да, какие-то иные курсы, я думаю, что коллеги всегда можно написать в тот же самый инстаграм, да, в директ вопрос идет к менеджер, менеджер обязательно подскажет, но может быть, ты что-то хочешь по этому по этому поводу сказать, сделать какой-то анонс? Я не помню с вами все расписание, но курс по схеме будет, вероятно, в феврале, по карте расписания, и поэтому можно, да, написать директ и получить эту информацию. Ну и в конце, да, коллеги, хочу напомнить, что это наша рубрика, это наша серия прямых эфиров, она проводится в преддверии нашего большого события, да, форума ППТ, который в этом году, мы надеемся, состоится очень на Петербурге 20-22 мая, причем для нас это большое событие, да, потому что этот форум с большим международным участием, ну и, конечно же, как часть форума в начале апреля будет пресс-митий форум, обычно это у нас онлайн-мироприятие, на котором, надеюсь, Максим, вы тоже выступишь и, может быть, дополнишь как-то вот, в том числе ту тему, о которой мы сегодня говорили. Про потребность мы поговорим более детально. Олег, спасибо вам большое за активное участие, спасибо большое, что давали реакции, да, что давали комментарии в чате, думаю, что мы их протест видели, очень приятно, что вы участвуете, приезжаете в следующий раз, ну и, если остаются вопросы, можете отдавать их под постом, да, ну или также с нас в списке литературы. да, в следующий раз, да, 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 да,